Как известно, каждый год государство повышает минимальный размер оплаты труда. Так, с 1 января 2023 года он был проиндексирован на 6,3% и сейчас установленный МРОД составляет 16 242 рубля. С 2024 года с учетом запланированной индексации на 18,5% он должен составить аж 19 242 рубля. Однако, учитывая постоянный рост цен на продовольствия и услуги, кажется, что и на 16 и на 19 тысяч прожить как минимум сложно. Впрочем, в реальной жизни все очень индивидуально и многое зависит от возраста людей, состава семьи, размеров жилплощади, наличия или отсутствия транспортных средств, домашних животных и т.д. Мы решили поинтересоваться у самих тверичан, что они сами думают по поводу минимальных сумм, необходимых для обеспечения базовых потребностей. Все мы знаем, что такое МРОД. Минимальный размер оплаты труда принимается для регулирования заработных плат, для определения размеров различных пособий и для других целей обязательного социального страхования. Право на получение заработной платы не ниже МРОД гарантируется Трудовым кодексом. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составил 16 242 рубля в месяц. Денежный вопрос является болезненным для многих слоев населения. Мы все же вышли на улицы города и поинтересовались у тверичан, как, по их мнению, можно прожить на МРОД. На этот МРОД жить невозможно, пенсии жить невозможно. Когда я была за границей, о нас говорят, как богатая страна, где полно бедных людей. Это не меняется. Коммуновка 5-7 тысяч, 10 тысяч. По год магазин это 1,5-2 тысячи. Я врач по специальности. И я думаю, что на эти деньги можно прожить, скажем так, определенный рацион питания, мыслей, которые у них есть. То есть можно смотреть на реку, ловить рыбу. Вопрос не в том, вопрос в голове. Нет, однозначно нет. Потому что нужно заплатить коммунальные услуги, как минимум, и что-то покушать. Коммунальные услуги, там несколько счетов, если взять все вместе, где-то около 5-6 тысяч у нас получается за трехкомнатную квартиру. Вот, уже остается 10. Плюс, если учесть, что у нас четверо человек в семье, двое детей из них, если только продукты, мы тратим не меньше тысячи, а то как бы и полторы на день. Можно, конечно, наверное, обойтись без печенья, без чего-то еще, но все равно это 10 тысяч, это очень мало остается на 10-15 дней, а дальше что? Прожить, наверное, очень сложно, если только совсем делать какие-то минимальные покупки, затраты. Не знаю, наверное, нет. Если нет дополнительных сбережений у человека, то, скорее всего, нет. В наше время цены растут, очень часто все повышается, поэтому, я думаю, что очень сложно. Ну, тяжело. Ну, как? Ну, за квартиру, если есть, платить. Если нету, снимаешь, все равно платить. Кушать что-то надо. Ну, что мы говорим? Богатыми с 16 тысячами никто никогда не будет. Кто не верит, пускай проверят. Основными статьями трат небогатых людей традиционно являются коммунальные услуги, связь, продукты питания, непродовольственные товары и транспорт. Без этих вещей трудно представить жизнь человека. И действительно, если сложить все эти необходимые ежемесячные траты, можно с трудом уложиться в 16 тысяч. В России также установлена величина прожиточного минимума, призванная покрывать все ежемесячные траты, необходимые для основных потребностей. В Тверской области его величина на душу населения составляет около 13 944 рублей. Цифра для различных категорий населения своя. Прожиточный минимум – это стоимость условной потребительской корзины, ключевых продовольственных товаров, которыми считается хлеб, овощи и фрукты, мясо, рыба, молоко, масло и другие продукты, непродовольственные товары, а также услуги и траты на ЖКХ. Глядя на стремительное повышение цен на все перечисленное, можно понять, что денег, если и хватит, то на самый минимальный минимум. Многие эксперты дают советы по тому, как можно жить, чтобы сэкономить. Эти советы очень ограничивают человека. Стараться не болеть, отовариваться в бюджетных магазинах, всячески сокращать расходы, даже на транспорт. Однако в большинстве случаев не все так плохо, ведь мы говорим о минималке. Но это не означает, что в реальности многие на нее и живут. Ведь, во-первых, нередко в семьях есть так называемый кормилец, то есть тот, кто обеспечивает достойную жизнь своей семье. Во-вторых, для малоимущих граждан государство предоставляет довольно большой перечень льгот и пособий. В-третьих, многие имеют возможность дополнительных заработков и иных доходов. И, наконец, согласно статистике, средняя заработная плата в нашем регионе в текущем году перевалила за 50 тысяч рублей. Но это уже тема другого нашего сюжета. Продолжение следует...